16 апреля, 2020 год, Хуандолио, Республика Доминикана. Такое ощущение нереальности какой-то, сюрреализма. Все вымерло после апокалипсиса. Пусто. Сезон, туристический сезон. Нет никого, ни единого человека. Что интересно, и рыбы тоже нет. Хотя, какое отношение это имеет к коронавирусу, непонятно. Но факт остается фактом. Решил порыбачить. Поймать немножечко рыбки на ужин. Но, увы. Увы. Порой даже кажется, что так было всегда. Так безлюдно. И что так теперь будет вечно. Ощущение, честно говоря, малоприятное. Представьте, на 10-ти километровом пляже нашего Хуандолио Я один. Нет, наверняка внутри, где вы видите дома, а вон человека я увидел, есть охранники, но ни одного туриста или праздно-шатающегося человека. Очень хорошая погода. Сейчас не жарко на небе. Тучки легкие. Хотя можно видеть, что через полчасика-часик солнце выглянет. Но, поверьте мне, на пляж все равно никто не выйдет. загорать и купаться будет некому. Ах, водичка, какая водичка прозрачная. Ракушка в воде. Но нет туриста, который бы ее на память взял с собой. Подошел к бывшей Таланкере отель ныне Emotion. Пусто, пусто. Никто не заплывет, не заплывает за буйки. никто не лежит на шезлонгах. Они, кстати, убраны, шезлонги. Стоят каяки, но на них тоже никто не купается, не плавает, не катается. кто отдыхал в Emotion. Можете вспоминать, как было здорово. сейчас ни-ка-ло. впереди увидел парочку каких-то гаитян. Женщина сидит на стуле. Видимо, тоже обслуживающий персонал этой виллы. хозяев нет, живут гаитяне. А там впереди судя по всему ее муж похоже, что тоже что-то снимает. ноль. М어컨 там столики для массажа ой боюсь очень не скоро появится желающие сделать массаж одинокий человек хорошо сегодня никто не знает ты не знаю ничего ты не знаешь ты не знаешь сколько ты мне нравится 24 часа там много раз ты хочешь делать? ты не хочешь? 24. 24. Да, потому что они не слушают. Они не останутся в доме, они коммуникают, они берут, они хотят сфотографировать. Но мы должны держать, мы должны сфотографировать. Мы должны сфотографировать, чтобы они не проживали. У нас есть много времени, чтобы они не проживали. Да. У нас есть 3,000 и пято, да? Ух! 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 Поговорил с охранником. Кстати, от него услышал, что поговаривает о комендантском часе 24 часа сделать. Потому что люди не слушаются. Все равно продолжают кучковаться, пить ром, плясать свою бачату. А это нехорошо. это распространение болезней. Это распространение болезней. Не знаю, как там официальные цифры. Но вот сейчас от него услышал порядка трех тысяч уже умерших в Доминиканской Республике. понятно, очень многое может быть на уровне слухов, догадок, домыслов. Но в любом случае ситуация очень и очень плохая. Кому-то казалось, это такой шуткой. А чего перестраховываться. Кто-то до сих пор считает, что это заговор. Масоны творят что-то. евреи хотят мир переделать. Все эти разговоры они в пользу бедных. Вот нам, бедным людям, что делать. Здесь, кстати, если кто-то когда-то отдыхал в Куандолю, в отеле, который назывался Барсело Капелло. Это вот все, что от него осталось. Когда-то здесь был барчик. Ресторан. Мы здесь кушали, пока работали. И вот сейчас все это пустует. Хемингуэй выкупил землю. Вот строит высотку. И будет еще три или четыре здесь рядом. Интересно, когда сюда смогут въехать люди. и вообще, когда люди появятся в Доминикане. Здесь намыло камушков. Одичка. И вот есть разные ракушечки. Красивые и не очень. только нет туристов для того, чтобы их собирать. вот теперь вы имеете представление, как выглядит Схуандолева в эти дни карантина. и могу повторить. Сейчас у нас комендантский час. С пяти часов вечера до шести часов утра на улице появляться никому нельзя. Днем рекомендуется находиться дома. Но, в принципе, на рыбалку, в магазин конечно, выскочить можно. Вот еще кусочки Барсело Капелло. Здесь главный ресторан был. Пляж, естественно, никто не поддерживает в хорошем состоянии, поэтому вот оголились даже камни. Хотя сейчас вода, как мы здесь говорим, Муйбаха. То есть очень низкая, очень мало воды. Обычно вот то место, по которому я сейчас иду, вода сюда доходит. А так, видите, очень сильно отошла. Поэтому мелко. Может быть, поэтому нет рыбы. Ну, помните, здесь ходили из Эмоушена, из Коралла. Ходили сюда к Хемингуэю, чтобы сделать фотосессии. А вот сейчас дело и не хочу. Никто не мешает. красивый вид. Но желающих нет. У нас в Хуандоле и было-то два отеля, система, все включено. Естественно, оттуда туристов вывезли. Те немногие люди, которые жили в апарт-отелях, ну, как правило, пенсионеры, итальянские, немецкие, американские, которые приезжали на два-три месяца на зиму сюда. Они тоже практически все поразъезжались. Видите? Общественный проход вообще просто закрыт. из резиденции Хемингуэй никого, просто никого. Более того, убрали все шезлонги. Но это говорит о том, что все-таки уехали все. Ну, а местных экспатов, которые здесь проживают постоянно, не так много. Я бы вообще сказал, в нашей части иностранцев человек 300, может быть, и живет. таких, как мы. Пусто висит красный флаг, предупреждающий о том, что купаться нельзя, опасно. Но Гомун говорит об угрозе непонятно. Это наш ресторанчик Хемингуэевский частный куда не каждый может попасть, а только клиент или тот, кто снимает Хемингуэя в этом комплексе. Но сейчас, естественно, никого. Повторяю, все выглядит очень 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 не подобрать слова. Страшно, да нет. Дико пусто. Представляете, вы прошлись со мной, вон мы были, там почти у отеля отеля Coral Costa Caribe. Пришли сюда и по дороге встретили только одного гаитинского товарища. и дальше тоже. Costa del Sol пусто, никого. Хемингуэй нет, соврал. Марбей комплекс. Тоже никого. На пляже, видите, никого. Абсолютно не души. Ладно, а я как хотел, пойду покидаю удочку. может быть, какую-нибудь рыбешку на ужин и поймаю. Всем удачи. Постараться не болеть и пережить эту напасть. И, надеюсь, когда-нибудь мои репортажи из Хвандолио Доминиканской республики будут повеселее. всем удачи. Пока.